Дверь с ноги, как говорится, кроит вещает, это уже 39 серия пути игрока на первом сервере в Лакраши. Зашел я в игру с компа ради эксперимента с эмулятора. Играю я редко, но как видите, таксишек мало поломаны, потому что актив низкий и мало работают. Держу безак я уже 37 дней, вот накопилось на сейфе сейчас 15 миллионов. По финке все печально, квестов не делаю, уже до 300 тысяч докатились. Ну дабы он просто не слетел, выдвигаясь к центру предпринимательства, беру тут квестик по МЧС и отвозим огнетушитель в наш таксопарк, ну чтобы сбить слез. В смс мне предлагают продать такса за 36 кк, подъезжает наш таксист, говорит нет заказов, хз с чем связан, наверное все-таки надо таксопарком заниматься, весь автопарк свободный. Подъехал челик, спрашивает продаешь, ну без автопарка это будет 60 кк, он предлагает 45 миллионов. А мне уже другой чел за такса без автопарка предложил 60, просто еще в прошлой серии вместе с рыбалкой я искал покупателя, скринил финку и вот чел готов без АП 60, но я жму го 70, у него 70 нет и в итоге он меня дальше начал игнорить. А месяц назад так вообще мой таксопарк хотели купить за 100 кк, но как подошло дело к самой продаже, конечно он уже купил другой без АК, а про меня вообще забыл. В общем дал мне свой контакт реальный покупатель, за 50 кк он согласен, но надо еще накопить. Ты продашь такса финка вниз, ну сдал бы ты, что она уже крайне печальна. Поймучка у него 34 кк и бмв, ну 19 левел у него, думаю есть бабки. Появился еще какой-то чел, готов дать 60 кк за сети мобил, но это будет в январе слишком долго. Короче, на следующий день залетел в игру по тайму 5 декабря, надо подвести результаты конкурса, я лечу прямо в банк. В своем телеграм канале я разыграл 12 кк рефералок с основного счета. Условия были простые, написать номер своего счета и свой ник, чтобы я сверил, соответственно скидывая каждому победителю по 1 миллиону. Их всего 12, ну все здесь показывать не буду, очевидно, что я всем все скинул. Я все переводы скринил и закинул их все на одну картинку. Призовых мест было дофига, но очевидно большинство не выиграло и встречался даже какой-то хейт, ну я честно поржался этого. Опять же, вот мне пришло новых 6 рефералок, закидывая их на основной счет для каких-то будущих конкурсов. Кстати, снимаю же я путь на перм-сервере, можете присоединяться и главное активируйте лучший промокод хэштег Крейт. Вот я его уже активировал, а он вам даст офигительных бонусов. Что-то потерял я надежду продать по норм цене свой таксопарк, так что залетаю в Бэйнерджи. Здесь можно устроиться на новую работу Электрик. Она с 12 уровня, ну мы можем себе позволить. С первого ранга нам доступна машинка Опели, то бесплатно, спасибо. Офигеть, сколько тут заказов свободных. В прошлый раз не мог ни одного словить, а тут прям халява. Взаимодействуем со столбом, оп, анимочка, начали подниматься. Запускается мини-игра, мы достаем вольтметр. Дальше синюю клемму всегда в одно место, а красным мы нажимаем по конкретным точкам. Вот, нам надо заменить провод, мы его ставим. Далее нам показывается напряжение второго участка, мы его находим. Также убираем старый провод, даем новый. Также надо было заменить и третий участок, но я этого не увидел. И в итоге меня шандарахнуло током. Ну, ничего с кем не бывает, поднимаемся второй раз. Опять же, выставляем синюю клемму, выставляем красную. Находим нужный участок, заменяем предохранитель новым. Дают второй участок, 8,2 Ома, тоже находим его. Убираем старый, ставим новый. И переходим в следующую мини-игру, точно такую же. Также надо заменить предохранители. После чего убираем сломанную лампочку, ставим вместо нее нормальную. И загорелось, ура, нам дали 4 тысячи за это. Зато заказов много, хотя бы их не надо ловить. Подкатываем к новому столбу, также поднимаемся. Запускается мини-игра, выставляем вольтметр, синяя клемма, красная клемма, замена предохранителей. Вот и весь геймплей. Не сказал бы, что работа простая, достаточно гембарна, но платят как-то мало, капец. Только сажусь в бусик, беру ближайший заказ и полетели. За 30 секунд доезжаем до нового фонаря, начинаем свою работу. Где-то за минуту прошел мини-игру, итого за полторы минуты, в общем, заработали 4 тысячи. ХЗ, ну 160к в час на 12 левеле как-то грустно. И то это хотя бы нет конкуренции, потому что если бы еще и заказы ловить, то вообще от работы нет смысла. Прикиньте, я сделал 5 заказов и мне дали одну законку за это. Короче, если очень нужна законка, а доната нет, то идите работайте электриком. Просто я бы не сказал, что геймплей здесь человый, тут надо конкретно думать, работать, сверять эти циферки. Гляньте, у меня конкурент в лэдкаре, начелик из куфани, тоже катается по столбам. В общем, я тысячу заработок, работаю для контента. Понятно, что 100-150 тысяч мне погоды не сделают. И как ни в чем не бывало, подкатываю на очередной столб. Ты что, бля, столб приехал очень, тихуй, я себе ты куфани, бля. Смотри, полез, полез, смотри. Ремонтирую провода в мини-игре и меня убивают. Ой. Че он хотел доказать, что его не роняли в детстве? Так это ж неправда. I'm sorry, it's only joke. Заспаунился я в Арзамасской больнице, поэтому ближайший мне Арзамаски офис электриков. Заказов близких тут не так много, но по-прежнему я продолжаю свой фарм. Мне за каждый столб дают 15 очков электрика, это для прокачки ранга. Честно, ну полчаса уже работаю и как-то надоел этот весь геймплей, вот этот тыкать, проверять все время. И когда еще понимаешь, что у дальнобойщика заработок больше, хотя он ездит из точки А в точку Б. И после очередного заказа мне высветилось уведомление, что Сан Саныч меня повышает до нового звания аудитор. Как раз в списке заказов появилась диагностика щитков. Конечно, я взял новый вид заказов, это что-то интересненькое. Итак, мини-игра, тут надо циферки подбирать, чтобы все числа сложились. В общем, геймплей легчайший, платит 5500 за один заказ. Жалко только я сажусь снова за заказ, а щитков уже нет, приходится опять брать столб. Ну блин, столб гораздо хуже щитков, тут надо париться больше, а денег меньше. Зашел я в офис посмотреть до третьего ранга, мне надо 1945 очков добить. Это как бы очень много, учитывая, что за столб дают 15 очков. Щиток, конечно, если удается словить это имба, вот прям рядом, мы его быстренько выполняем, 5500 залутали, еще и 30 очков дали, в два раза больше. Но сами щитки раз в 3 минуты появляются 3 штуки, что очень мало. Потому что я успеваю словить один заказ, и пока я его делаю, возвращаясь, уже те два тоже забрали. Короче, я честно отпахал, больше часа, заработал 200к на электрике, и, пожалуй, хватит. О, снова в таксочат мне пишет тот покупатель. Давайте готовить таксопарк к продаже. Во-первых, почистим сейф от денег, я снимаю все 15 миллионов. Нам пишет, типа полтора ляма штрафом сняло, но по факту они просто вернулись на сейф. И со второго раза забираем еще 10% до полной суммы. Уф, давно на моем баллике не красовались такие большие суммы. Я на электрике накатал 50 заказов специально для этого видео. И могу сказать, что заработок с 12-го левела фигня. Вроде покупатель беза свою бэху продал, сколько денег? 46кк, что-то мало. Но он вроде говорил, у него донат есть, пусть откроет автокейсы. Говорит, забери меня с низкого, окей, выдвигаемся туда. В чате такса предлагают выкупить безак за 45 лямов. Мы договорились встретиться возле аренды скутеров. Вот он, он. Ага, открыл он автокейс и при мне вот спавнит Kia K5. Блин, него куплям 250. Еще Camry вот он заспаунил. Тоже сливает ее в госку, потому что нет времени. И он сообщает, что у него баллик 49, блин. Прям до копеечек мне говорит, нету 50. Я спрашиваю, больше ничего? Он отвечает, нет. А потом уже сообщает, что номерных знаков у него куча. Ну, я согласен, уже очень хочу слить таксопарк. Блин, вот эти сообщения хоть бы не крашивало, меня беспокоят. Надеюсь, он не сольется. Мы залетаем в таксопарк для слива в госавтопарка. Даже хорошо, что сейчас никто не работает. Все машины свободны. А значит, я могу беспрепятственно посливать все тачки в 70% от госки. Ну, чтобы деньги пришли на сейф. Больше всего мы, конечно, теряем на продаже Mercedes A45. Сливаем их за 2 миллиона. А стоят они 2 800. Пытаюсь вот продать один скайлайн. Не могу, потому что он занят сейчас кем-то. И еще какой-то бомж прямо на наших глазах арендует скайлайн. Я ему говорю, стой. Ну, конечно, он этого не видит и угоняет. БМВшки, которые по полтора ляма стоят. Я сливаю за лям 50 в госку. Конечно, я пишу в чат таксопарка, что продаю его. Выгрузите скайлайны. И один из двух скайлайнов свободен. Мне удается его слить в госку. Однако последний, тот скай, который только что собрал какой-то новичок. Конечно, нас не слышит в чате, не понимает, что обращаюсь к нему. Короче, таксопарк остается с одним скайлайном. И мы, наверное, будем с ним прощаться. Ладно, все, садимся в СЛР и выдвигаемся. Потому что у покупателя осталось мало процентов на зарядке. Плюс еще лагает. Если он краснется, это в Багабелло будет. Без продажи одного скайлайна на сейфе. Сейчас лежит 17 миллионов 400 тысяч. Пока едем, я все-таки делаю попытки слить этот скайлайн. Он занят, сука. Перед ауком покупатель спрашивает, финка норм? Не, на все заниматься, финка норм. Но в АФК, конечно, он не работает. Окей, давайте заберем деньги за автопарк. 17 миллионов 400 тысяч. Нас типа содрали 10%. Ну, со второй попытки забираем еще лям 700. Ну, а первый скайлайн в автопарке будет тогда уже подарком покупателю. В общем, прописываю условия. Покупает таксопарк за 49 миллионов. И в доплату мне еще номерных знаков даст. Итак, я выставляю наш Black.Taxi. Цена у него будет 45 лямов. Чтобы он смог поставить ровно 49. Все, ребята, я очень рад. Наконец-то продаем таксопарк. Будет что-то новое. Тут такая огромная толпа собралась, что меня тупо выдвинули за рамки аукциона. Короче, упал под карту. Писал админом. В итоге умер. Доехал на скутере до аукциона. Забрал моего покупателя. Мы отъехали в сторону. И он в трейде мне передает кучу номеров. Да, они прям супер крутые. Но, видно, чел собирал. И примерно на 500к сойдет. Теперь хоть надо чекнуть, сколько он поставил на таксопарк. И 49 миллионов. Здесь стоит хорошо. Честно, хз. Чем заняться после продажи? Ну вот продать таксопарк я уже хотел недели две точно. Через 2 часа, когда слетает уже таксопарк. Я заметил на ауке, транспортную компанию выставили за 87 миллионов. Это дешевле госа. Я бы очень хотел, но денег мне не хватит. Тут у меня игроки спрашивают, во сколько слет таксопарка. Говорят, ща долг возьму. Я говорю, не надо. Я уже с челом договорился. Ура. 49кк ставка. Не перебили. 0 часов до слета. Я специально выхожу на улицу, чтобы увидеть это шикарное уведомление. Деньги были добавлены в слэш-ревард. Я продал бис. Конечно, я сажусь к колянчику в гелик. Блин, ребята, впереди неизвестность. Но с таксопарком мы в чистую перепродали на 17кк в окуп. Плюс еще 33 миллиона я нашкреб. Итого 50 миллионов я заработал за 40 дней. Подъезжаем к нашему бывшему Сити Мобил. Здесь нас ждет новый владелец. Жмем ему руку. Спасибо Кентику. Ну а дальше 100 пудов будет новая суета.